Как закалялась сталь? Что касается закалки стали, то мозги нам действительно сумели закалить до чугунного состояния, чего нельзя сказать о нервах. Бедный парень искренне верил в то, за что дрался, герой идеи, жизнь положил, слепым трупом на койке писал, боролся, и не хуже других. Конечно, с литературной точки зрения ничего это из себя не представляет. Да? Так вы что не слышали, что на самом-то деле писала эта за него бригада профессионалов? Совершенно известная история. Он действительно пытался, а нужно было создать легенду, знамя, ударную книгу сталинской молодежи. Слушайте, я в литературе не сильно волоку, но один случай там интересный, примечательный, про узкоколейку. Все помнят, да? Строили, метель, зима, дрова возить, гололед, герои. Так вот, я как-то на шабашке строил с бригадой узкоколейку в лес промхозе. Валим просеку, обсучковка, режем стволы на шпалы и укладываем, потом рельсы накладываем и пришиваем. По десять часов в заболоченной тайге гну жрет, паха-то. И за месяц в девятером сделали километр. Тяжело. Спали спокойно, жрали каши, макароны от пуза. И вот в выходной как-то я вспомнил и задумался. А сколько что они там километров-то сделали? Встали. Интересно. «Прилетел домой, схватил книжку с полки. Изумительная вещь обнаружилась. Я там такого вычитал. Семьдесят лет назад бедные комсомольцы сами не подозревали. Явно ее диверсии была устроена и до сих пор не раскрыта. Ну что городские власти в ноябре обнаружили, что скоро будет зима, а дров нет? Это по-нашему, по-советски. Это ж неплохо. Сколько послали комсомольцев? Триста. Сколько верст надо построить? Шесть. Кто проходил в первом классе арифметику? Сколько будет разделить триста комсомольцев на шесть верст? Будет один комсомолец на двадцать метров. Двадцать метров! Объясняю, что такое двадцать метров. Это двадцать пять шпал и три звена рельсов. Они шестиметровые. Шпала кругляк под узкоколейку. Весть килограммов двадцать пять. Рельс тогда под узкоколейку шел практически весь тип восемнадцати, тип двадцать два. Это восемнадцать или двадцать два килограмма на погонный метр. А весь рельс, стало быть, сто десять, сто тридцать килограммов. И вот эти двадцать пять шпал и шесть рельсов на человека, они и делали геройские бесконечные недели. Эпопея! Причем шпалы лежали уж готовые, только подноси да клади. Да мы им эту вонючую дорогу в девятером за месяц сделали бы. Организация сверхбездарная, куча народу бестолку. Делись на три смены в круглосоточную. Доставай любые тележки, возить шпалы и рельсы вдоль трассы. Да там на два дня максимум работы. Это такое равы. А самое главное, на кой черт они долбили в мерзлой твердой земле ямки под шпалы? Какой идиот, какой саботажник им это велел. Рабочая ветка на пару месяцев. Скорость на ней не нужна. Нафига копать? Кладут прямо на землю. Все, всегда, везде. Да, холодно-голодно бандиты, конечно. Так не два же дня, а шесть. Четыре шпалы и одна рельса в день. Норма дистрофика с нарушением координации. Да нет, просто смехотворно. Апофеоз идиотизма. Прообраз наших строек. Боже мой, закалка стали. Молотом по яйцам это они закалка стали.